с приветом набутов набутов с привет я здесь приветом ну что поехали про айфоны да я напомню друзья вот мы сейчас связываемся как раз с нашим специалистом с нашим спикером вчера действительно состоялась презентация очередного айфона и как бы есть вопросы по новый новый ли он да да но он новый я посмотрите на этого красавца мужчину кто смотрит нас в ю тубе серебряного дождя в прямой трансляции прошу любить и жаловать я его большой поклонник уже собственно это все что я знаю про телефонах я знаю из его потрясающего youtube канала который называется розетки там максим корышев макси привет всем доброго утра добрый привет спасибо что уделил нам время все-таки серьезный большой медийный человек а давай начнем я не знаю может быть не слышал в у нас новостях последний по последней информации о том что сразу после того как был пред представлен 13 айфон и некоторые другие продукты компании apple соответственно apple изъял из продажи 12 и телефоны и тогда предыдущие модели это почему это произошло во первых нужно уточнить что apple изъял из продажи только iphone 12 pro то есть обычно 12 будет продаваться так и для apple это на самом деле немного странно потому что обычная 12 все равно конкурирует с 13 секундочку я звук себе потише сделать тоже лучше себя вот и почему это произошло ну просто конкуренция продукты конкурируют сами собой поэтому прошки уже однозначно убрали 12 наверное оставили по той причине что подумали ну в 13 мы напихали весь основняк все вот эти функции которые не показали еще год назад а я уверен и ну точнее понимаю это что в том году на 12 айфон повелись люди которым нужен был дизайн они хотели возвращение там пятого квадратного айфона но технически там мало чего обновили керамик шил поставили она она все равно очень сильно царапается от стекло которое там новое вот это прочное спасибо что ты поясняешь у нас многие пользуются андроидом и кстати говоря и мы с гордеевой тоже между прочим я перешел с айфона на самсунг в этом нет ничего плохого потому что сейчас по сути любой телефон можно за адекватные деньги купить он будет совершенно прекрасно но сегодня мы говорим про айфона поэтому я и поясняю в двенадцатом был macsave им особо никто не пользуется и в целом это было просто обновление дизайна а сейчас добавили самые важные народные функции батарейку увеличили экран действительно улучшит уже 120 герц он и ярче стал и в обычных моделях и в общем сейчас показали как раз то что нужно покупать они в том году хотя да наши люди любят чтобы в руке смотрелось по-новому а не чтобы там функции но но тем не менее прошки значит конкурируют с прошками 12 с 13 поэтому убрали iphone 10 стер устарел его тоже убрали а почему оставили 12 для меня загадка но в любом случае они технически очень сильно друг друга далеки то есть 13 естественно намного скажем так более напичкан технологиями но вот ты знаешь я так я читал разные мнения возможно это люди коммерчески ангажированы кто-то топит за 13 кто-то наоборот топит топит сам 13 айфон потом что мы мы ничего сверх естественно если такой небольшой фейслифтинг туда чуть-чуть по чуть по производительная батарейка будет подольше держать сколько там они примерно два на по на обычных моделях по-моему полтора часа добавили она на на прошках по-моему два с половиной часа да на работу батарейки нет на амине добавили плюс полтора на двенадцатом плюс два с половиной на процент плюс полтора на 12 про макс плюс два с половиной но если зайти на сайт apple и внимательно почитать как поменялась батарея то есть в режиме например просмотра видео того же 12 про макс было 20 часов а у 13 про макс уже 28 часов то есть плюс 8 часов это не такой маленький фейслифт довольно много конечно много и она касается всех функций которые обновили потому что экран там тоже эти 120 герц чтобы того что это apple и почему-то они столько лет не выпускали этого значит они сидели этим занимались и они как бы на презентации объясняли что во первых это адаптивная будет герцовка телефон сам подстраивает нужное количество герц или кадров в секунду под движение вашего пальца для этого была разработана система которая управляет экраном много дополнительных чипов в общем это не маленький фейслифт как машинах поэтому как бы вот так получается так что и по батарее там тоже прирост будет здоров а что касается а давай что касается процессора мы с тобой это обсудим буквально через полторы минуты друзья я напоминаю видео трансляция на канале серебряного дождя в youtube и оставайтесь под серебряный дождем ну и собственно для youtube мы пока продолжаем да а я уже матом хотел ругаться не не стоит да ладно ну прекрати наконец-то нормальный эфир живые люди в конце концов говорят близким всем понятным человеческим языком что давай заговорили про про их это а-15 по давних баба байоник новый процессор что в нем дам 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 что сказать да да конечно какой вопрос в чем заключается что в нем такого революционного потому что папа щупать квадриллионы операции которые он проводит довольно сложно ручками нет для пользователя конкретно именно название вот а 15 ничего не даст и никак не будет влиять на его жизнь но если в этом разбираться углубляться смотреть то там куча подсистем опять-таки какие-то системы следят за безопасностью за тем чтобы там ваши данные не утекали чтобы лицо которое сохраняет фейстайм тоже никуда в лишние руки не попало контакты все это хранится в отдельном месте этим управляет отдельная подсистема также вот я уже рассказал с экраном который управляет герцовкой ну и в общем много-много всего а что касаемо с приветом набутов да друзья про новый айфон говорим в эфире максим хорошев главный один из главных специалистов отечественного ютуба по всему что связано с гаджетами замечательный youtube канал розетки это миллион триста тысяч подписчиков серьезный человек у него кстати говоря ты же уже сделал до ролик там по по получасовой как раз по по всем новинкам которые которые apple презентовал накануне ну просто итоги презентации разбор обычно сейчас все-таки уже делаем ролики про вот сегодня например будет ролик про айфон ну не обзор пока что но в разбор как бы основных функций самых полезных а вот кстати вот интересно как устроена жизнь вот блогеров которые на этом специализируются они присылают телефон на на тесты чтобы вот можно было там распаковать потрогать или надо ждать пока не появится в продаже кстати как раз по-разному бывает зависит от производителя кто-то заранее присылает кто-то там после презентации кто-то во время старта продаж и что касается apple то тоже неизвестно как и все будет происходить мы узнаем это только через там неделю перед тем короче как стартует продажа я ничего конкретного сказать не могу по-разному было они с 20 какого-то 22 4 числа вы кстати вот как у меня вопрос я наблюдал но может быть предыдущий год он не показателен потому что пандемии всякие всякие ограничения масса инноваций которые принесла в нашу жизнь но по моему не было больших очередей за новыми айфонами как это было в прошлые годы когда это было событие люди там занимали за неделю очередь продавали места в очереди и так далее то есть вот как твои прогнозы остается ли вот презентация новых продуктов новых айфонов прежде всего вот таким как бы глобальным стоп событием остается наверное да и в целом сама презентация это главное мероприятие из технического мира да сейчас google будет показывать пиксель 6 возможно microsoft презентует еще новое устройство из линейки сервис но в любом случае больше всего внимания к себе приковывает именно презентации apple а что касается продаж уже несколько лет нет очередей по крайней мере таких вот прям больших новостей мне кажется уже прям лет пять потому что есть онлайн продажи есть предзаказы и все-таки apple тоже я не думаю что им нравилось вот эта вот тема с очередями потому что все-таки дискомфорт для людей компания там немного про другое и они наверняка просто отладили поставки отладили онлайн предзаказы и заранее начинаются начинают готовиться к тому чтобы произвести на старте больше смартфонов чтобы хватило всем желающим поэтому ничего такого что в очередях людей нет нет ну да в общем согласен особенно сейчас интересно это изговорил давайте по пару слов тут записки много еще не держал в руках нет пока еще не пока не а хорошо они со скольки 70 с 80 тысяч начинаются цены за замене по моему слушай я не буду врать я не помню ли по моему от 60 либо от 65 пока мы обсуждаем я могу сейчас быстро посмотреть не потому что я видел что по моему обычный обычный от 100 тысяч я видел девяносто девять тысяч нет нет девяносто сотку и сто десять тысяч стоит про а вот я посмотрел тринадцатый стоит меня от семидесяти обычного от восьмидесяти все супер на всякий случай уточнили значит что еще кроме айфона интересного и такого по-настоящему революционного потому что у меня есть внутреннее ощущение что apple немножко немножко теряет свой статус компании которые фактически в ежегодном режиме предоставил какие-то прямо революционные новинки в дизайне в наполнении apple watch и они там первые выпустили и так далее то есть они были флагом за которым потом все там пытались так и большим или меньшим успехом копировать сейчас этого нет так в чем вопрос заключается нет вопрос в том что вопрос в том что что вообще такого интересного еще на этой презентации кроме айфона было вот такого прямо что могло бы взорвать взрывает мозг прям что ну для начала про отсутствие революции надо стоит выразиться мне лично то есть я прочитал тоже после презентации много комментариев мнений что скатились что вот плохо как-то все сделали я смотрел мне прям очень понравилось до продукты абса все не революционные они эволюционные и уже несколько лет происходит хотя в том году в 8 нам показали там макбуки на имаке на м1 процессоре это была как раз таки революция и они прямо сейчас делают на это упор айфоны каждый год обновляют лишь слегка добавляя какие-то нужные функции в том году это был дизайн и максейв в этом году обновили как я уже говорил народный батарею экран условно говоря вот лично мне презентация понравилась максимально потому что как раз таки да никакого изменения в дизайне но действительно нужные функции показали второй момент айпад mini я потому что там бежал когда все это произошло так как мне причем без разницы какой техникой пользоваться я хотел себе маленький планшет чтобы таскать его в самолете в поезде еще где их просто нет на андроиде на чем углу просто нет они все от 10 дюймов новые и мне просто хотелось маленький планшет apple показала конечно это для меня гаджет номер один на этой презентации apple watch 7 по моему говорят тоже очень много много мы сильно они поменялись они поменялись сильно как раз таки в дизайне но не поменялись технически практически никак и кстати по поводу apple watch тоже прекрасно получилось потому что были утечки что они будут в дизайне iphone 12 то есть такие какая-то сказать приквадратненные слава всевышнему этого не произошло потому что носить это было бы неудобно они по-прежнему обтекаемые красивые там увеличили дисплей достаточно сильно то есть ну по сути по максимуму он теперь занимает там всю часть и это тоже отличный апдейт потому что пользоваться будет удобнее да там клавиатуру поставили полноценную но это уже совсем другой вопрос так что еще раз повторюсь по дизайну изменили это хорошо технически нет а значит хорошо окей окей надо купить потестить только денег жалко поэтому я собственно перешел на на всякие конкурирующие компании и вот у меня например samsung вот и как и у горней у тебя тоже да у меня да да но я не сказал бы что они сильно дешевле что ты что-то выиграл там по деньгам ведь а самсунг они тоже оборзли тоже стали дорогими я вот что хотел спросить самсунг насколько я понимаю совсем недавно я немножко перестал следить за новинками презентовал к вопросу о технических новинках как раз всякие как называется у них ну как с гнущимся с гнущимся экраном зэдфолд зэдфолды соответственно это к вопросу о технологических вот это это что-то новое как это как эта история пошла у них по на российском рынке или на мировом рынке у самсунга именно нас насколько я знаю это особо особой популярностью нет ни в общем это не так сильно продается как хотелось бы наверное компании но объяснение этому есть это просто очень дорого вот когда эта технология станет подешевле я думаю что обиход такой уже среднестатистического пользователя она войдет но не факт потому что не каждый может найти применение тому что вот тебе нужен складной телефон не каждому это надо все-таки в основном людям хватает обычного смартфона за глаза я с фолдом проходил тоже достаточно долго да это прикольно да это круто ну мне как читалка например я с собой не таскаю книги ничего я вот привык телефон читать здесь да здорово разложил читаешь но в целом да это интересно но опять-таки до сих пор это выглядит все равно как прототип скажем который можно купить при этом потому что есть излом на экране его очень видно есть какие другие технические особенности которые могут не понравиться пользователям там этот экран больше царапается например вот в общем технология требует доработок те кто хотят инновации они покупают пользуются но обвинять там какие-то компании в том что они не выпускают изогнутый телефон пока не могут его доделать я думаю не стоит потому что нужно много много лет чтобы технологию довести до ума так что с одной стороны samsung молодцы что уже сейчас это выпускает полусыром виде и этим можно пользоваться довольно удобно другой стороны и apple молодцы что наверняка разрабатывают подобный смартфон но им еще требуется некоторое время на доработку к вопросу у битве самсунга и apple вопрос вот у меня вот какой с 21 главный флагманский телефон самсунга это конкурент двенадцатого айфона или все-таки он где-то мир между двенадцатым и тринадцатым стоит но почему двенадцатого он соответственно вышел в начале двадцать первого года айфон двенадцать показали там за три месяца до этого просто чисто чисто по времени презентации но эти телефоны конкурируют друг с другом понятно то есть нам стоит ждать в обозримом будущем появление нового флагмана у самсунга ну скорее всего в январе также как и в том году с 22 он будет называться или как не поможет быть с 30 посмотрим я не знаю а что касается сговорил про гугловые всякие телефоны новые пикселы и так далее что что у них интересного ну вот они давно представили пиксель 5 опять же также мы делали обзор среди среднебюджетных смартфонов это просто мне кажется высший класс потому что есть все нужно для жизни он крайне быстро работает и фотографирует если говорить прям таким попроще в общем сказать лучше чем многие многие флагманы включая 12 айфона стоит при этом там на деньги в сша 30 тысяч рублей если сюда привозить очень прекрасно получается сейчас google также анонсировали пиксель 6 точнее анонсировали его презентацию она должна состояться в ближайшее время и это первый за долгое время смартфон от поисковика который будет выпускаться в премиум сегменте соответственно будет сделано с премиум материалов будет стоить дорого но по камере нам обещают какую-то революцию и вот здесь будет действительно интересно смотреть потому что пиксели так снимают и нагибают вообще принципе все устройства в плане фотографий видео не берем но шестерка сейчас должна вообще как-то выстрелить но посмотрим интересно интересно пиксель пиксель 6 или или вы про более дешевую модель не не пиксель 6 отлично да вот который нагибает всех по по съемке я себе сам мне нравится сам такой что я хотел спросить буквально еще пару что что гордеется буквально пару вопросов еще про хотел спросить про nokia по моему x-серия я как-то подумал мне уже бы я разбил свой телефон пора обновиться что вы что скажешь про проводить как бы инкарнацию но по их возвращение в рынок смартфон но по крайней мере те гаджеты которые мы брали на обзоры там и писали на текстовые когда видео снимали уже давно не помню на самом деле да чё как-то неплохо реинкарнировались как по мне потому что nokia сейчас принадлежит китайцам китайцы просто делают болванки на разные бренды и из этого как бы вытекает nokia там от nokia ничего особо не осталось не могу ни советовать ни рекомендовать ни наоборот как-то ругать потому что я давно не держал в руках но если например спросить купил бы я себе я бы не купил все все я больше ничего не надо знать это не купил я не купил все у нас очень просто работает хорошо и последний вопрос возвращаясь презентации аппловской а ничего не было сказано про новые макбуки насколько я понимаю и про новые там и вот слушали как раз про макбуки тоже задают вопросы стационарные компьютеры и так далее это будет отдельно какая-то новая презентация планируется как в том году apple в этом делает большую как большой блок презентации представляет кучу гаджетов тем самым заставляя вот техно блогеров техно сми не спать по ночам и вот вот у нас начались эти дни эти дни когда ты не спишь по ночам работаешь в общем будет вторая презентация она будет в октябре скорее всего пока точно дата нет может быть ноябре но обычно это бывает именно в октябре да там покажут новый макбук про на это если верить слухам я точно не знаю на 14 дюймов и на 16 они будут на обновленных процессорах либо это будет м1 x усиленный что скорее всего либо это будет м2 либо еще какой-то третий вариант непонятный при этом тоже в недавнем ролике рассказывал что м1 процессор который они представили в том году никуда не денется не подешевеет все решения которые будут показывать час они будут более престижными они будут дороже но и соответственно мощнее так что да в октябре сейчас покажут новые марки и впервые по мощности макбук про поменьше и побольше отличаться не будут то есть во первых обновят тренажку она будет теперь 14 дюймовый опять же если верить слухам и 16 дюймовый модель они будут одинаковые по мощности сейчас модели на интеле которые с отточнее продавались у шестнашки была также еще дополнительная видеокарта а вот маленькой версии не было теперь это не потребуется потому что apple делает всю периферию внутреннюю сами понятно естественно я не знал об этом гордеево у тебя был какой-то вопрос про xiaomi насколько я знаю у меня нет у меня нет а вот слушатели просят рассказать расскажите пожалуйста если какие-то на новинки от xiaomi и спрашивают если выбирать среди телефонов то в каком камера именно качество съемки камеры более всего приближена к профессиональной съемки по качеству фотографий что касается сяоми будем называть компанию так вот если вам хочется исковеркать название то можно делать в двух случаях либо сяоми либо шаоми оба будет правильные но никак не к xiaomi даже если представители компания слушают я думаю они наверняка могут на это обидеться потому что это то же самое как говорить позвонишь место позвонишь ой не надо вот это вот не на хорошо не но принято 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 окей просто для для чтобы знать как компания называется так вопрос был в чем какие новинки сяоми вчера показали ме 11t для европейского рынка как по мне там ничего интересного нет поэтому смысла обсуждать этого тоже нет недавно были презентованы смартфоны с названиями я уже запамятовал в общем камень x4 же мы недавно снимали точно вот там кстати есть инновация там камера передняя фронтальная скрыта под стеклом под экраном и и и действительно не видно вообще то есть ну да он снимает плохо то что это под экраны все но для видео звонков вот как у нас сейчас вами этого хватило просто за глаза и и второй вопрос второй вопрос был о том если выбирать среди телефона профессиональной съемки ответ очень простой ни один смартфон не снимает даже не накаплю близко к фотоаппарату это все полная чушь вот эти все мобильные фотографии да можно сделать из чего угодно конфетку но так же как на фотографии ты не сделаешь потому что объем будет не такой так в смартфонах маленькие сенсоры так как все-таки ну софт это все дело не так хорошо оптимизирует как хотелось бы может возможно в будущем нейросетями будет обрабатывать но сейчас я до сих пор то есть не до сих пор я наоборот перешел я фотографирую в принципе на пленку когда еду куда-то в отпуск вот это кайф потому что вот это на делал тысячу фотографий потом из этого очень сложно выбирать а здесь что есть там три катушки условно ты 100 фотографий сделал отдал на проявку в этом тоже есть свой шарм я предпривезли также оцифровали также прислали на компьютер телефон вот уже смотришь это вот это вот прям какая-то фотография она телефон на телефон фотографирует но это вот фотографий на телефон то есть с профессиональной точки зрения это до сих пор бред полный ничего там на его можно хорошо делать но это не фотоаппарат минут ни разу ну вот я узнаю настоящий настоящий серьезный техноблоггер естественно в глубине души олдскульщик наличку или на какой-нибудь ты на средний формат снимаешь или на не а средний большой я таскаю context g2 green label очень очень хорошая камера знаю и да у меня если если что если захочешь у меня есть человек он профессиональный фотограф него одна из лучших лабораторий в москве он печатает дома вплоть до там не знаю цветных слайдов там все что хочешь фантастично а сейчас же в москве на самом деле очень много лабораторий которые ты приносишь фотографии все скажем нет сделано по стандартам 21 века ты отдаешь пленку тебе потом приходит смешка что все готово и все это очень быстро так что если хочешь сама помаскировать поработать с пленкой там это же целый процесс там это искусство там половина половина успехов этим вот как бы он в соседнем кабинете дядя денис сидит который занимается съемка он у него как бы целая коллекция таких фотоаппарат он сам проявляет так что я косвенно к этому отношусь с ним дома но я бы презентовать вот у меня еще есть две модели телефонов которые вполне могут конкурировать с айфоном и если вы не хотите устанавливать у себя программу социальный мониторинг московской для тех кто заработал коронавирус вот вам стал и вот это вот подойдет вполне спасибо огромное спасибо большое что еще раз ждем в эфире всегда с большим удовольствием а спасибо спасибо совсем скоро если как как когда будет новая презентация от apple друзья мы продолжим блогер максим хорошев был в гостях у серебряного дождя и я напомню что в ближайшее время эфир с нашим гостем можно будет пересмотреть и переслушать виктор намутов дарья гордеева мы продолжим через несколько минут